Меня зовут Ярослав Задорожный, архитектор, занимаюсь в основном дизайном интерьера и последнее время архитектурой. Тема, которая для меня стала сюрпризом, то что я буду выступать на TED. И у меня давно назревала одна история, которая меня мочит. Все, чем я хочу с вами поделиться, это абсолютно мой жизненный опыт. То есть он и не претендует на какую-то истинность или основу, но мне кажется, что-то в этом есть. Каждый раз, когда мы приходим к созданию нового проекта, мы сталкиваемся с некоторыми стереотипами. В ходе своей работы я вынужден их ломать постоянно, переосмысливать, поскольку надо бежать впереди полностью задач, которые ставят перед нами вызовы новых объектов, будь это интерьер или дом. И иногда даже, это такой затакт, иногда даже те вещи, которые я смотрю, происходят в мире самые передовые, которые я не готов принять. То есть происходит некоторое время, то есть я прохожу классические стадии отрицания, торга, гнева и в конце концов принятия. Поэтому как это отражается на работе, на нашей в конце концов? Я немножечко перевел русло в город Черников, чтобы для нас это было немножечко ближе, потому что говорить в общем на эту тему сказано очень-очень много тем. И как бы у меня не настолько много психологического опыта, чтобы сказать это настолько академически. Что я хотел бы, с чего бы я хотел начать? Здесь несколько примеров, практически вырванных очень быстро, при слове, если вы вбиваете современная архитектура, на вас попадают вот такие вот архитектурные элементы. Все это современные объекты, которые построены во всем мире, и в них нет какого-то сознательного вызова с точки зрения архитектуры к людям. Архитекторы не пытаются здесь как-то выпендриться, доказать, что они какие-то особенные, умеют разрывать шаблоны. Нет. Дело в том, что в какой-то момент времени так оказывается выгоднее, просто выгоднее. И с точки зрения и строительных материалов, и знаний, технологий, которые достигли конструкторы. И при этом архитектура дает эмоцию. То есть это в принципе то, что должна делать архитектура. Она должна быть быстрой, удобной, комфортной. И современная должна получиться само собой. Потому что все, что строится сейчас, оно однозначно отображает временную эпоху. Она не может не быть современной. То есть мы смотрим в любом случае в будущее, потому что здания стоят сотни лет. То есть нельзя построить смотря назад. Поэтому современность это как основа. Немножко у меня провокационное выступление. Ну чуть-чуть, потому что вот если мы смотрим на все то, что происходит в мире, это коттеджи в Амстердаме. Они все очень… Я как раз в конце своего выступления перейду к коттеджам. И дальше Чернигов. Почему так? Стереотипы. Каждый раз, когда мы подходим к тому, когда мы начинаем что-либо проектировать, интерьер или дом, человек волей-неволей возвращается к тому, что он видел вокруг себя в течение всей жизни. Ну так устроен наш мозг. Он мыслит, он сохраняет энергию. Каждый раз он что-то принял решение какое-то, он увидел, он сказал окей. Все остальное для него это чуждо. Он сопротивляется всему новому. Это нормально. Мозг про безопасность, про комфорт. Вот это комфортно. Поэтому нам нужно разрушать стереотипы. Вот это коттеджи. Опять-таки это просто коттеджи Чернигов. То есть ничего я не придумывал. У меня не было времени. Для меня это больно. Почему я сегодня здесь? В принципе у меня было очень мало времени для подготовки, но есть одна боль, которую я хочу до вас донести. Когда ко мне приходят заказчики, скажем так, и просят построить дом, мы для себя в моей студии приняли решение однозначно работать только в современном направлении и как вершина современных направлений, это плоскостная архитектура. Вот один из, к примеру, наших последних проектов. То есть это проект в Чернигове. То есть он выходит за рамки. То есть тут никакой рекламы, просто я показываю пример. Это является стандартом мировой практики. Почему такие дома строятся во всем мире? Потому что они быстрее, проще, удобнее, легче вписываются и соответствуют тому, что достигло человечество на данный момент времени. То есть то, на что вышло человечество. Все-таки этот дом будет стоять 100 лет. Он должен идти вперед и показывать то, что мы сейчас на данном такой точке прогресса. Это кульминация технологий и наук. И дальше я хочу поговорить конкретно про стереотипы. Все-таки, чтобы это было немножечко и полезно, чтобы у вас что-то может быть поменялось. Когда к нам приходят люди и мы говорим, мы строим только плоские дома с плоской кровью. Любой человек сразу говорит, нет, ну подожди, плоская кровля однозначно протекает. Но она точно протечет. Без вариантов. Это стереотип. Суть моего выступления о том, что неважно, я пробегусь по очень маленькому количеству стереотипов. Очень маленькому. Будут и другие у вас стереотипы, вы с ними сталкиваетесь каждый день. И не только в архитектуре. Каждый раз, когда у вас есть абсолютно четкое, яркое убеждение, знайте, это стереотип. И далеко не всегда он экологичный и не всегда он вам поможет в жизни. В общем, плоская кровля, скажу коротко, не протекает. На сегодняшний день, даже если взять старые наши девятиэтажки, которые закатаны по самым советским технологиям, практически не текут. Тот, у кого течет, один человек из десяти тысяч, и он кричит так, что все думают, что не текут. А сегодня технологии ушли настолько далеко вперед, что крыша, которая протечет, это нонсенс. Просто она не может протечь. Потому что сначала ложится монолитный бетон, он сам по себе не протекает. Ну то есть даже если больше ничего не делать, вода просто не может просочиться через бетон. А сверху идет около шести технологических слоев, которые невозможно протечь. Ну вот надо просверлить дырку случайно строителям во время монтажа кондиционера, тогда он протечет. Но это уже другая история. Следующее. Плоская кровля дорого. Мы специально заморочились и высчитали все технологические процессы при строительстве вот этого скатного домика и плоского домика. И действительно, на первый взгляд, когда ты считаешь, что у тебя есть плоская кровля, ты вызываешь бригаду монолитчиков, это опалубка, это дорого. Она как бы финансово сразу ощущается. Но в дальнейшем ее покрытие не такое дорогое. И плюс снизу практически тебе не нужно делать никаких решений для того, чтобы ее подшить и получить потолок. А когда мы берем стандартную кровлю домиком, от которой мы стараемся, чтобы ее не происходило, как в проектах, или это было действительно, если человек очень-очень это любит, то ты должен построить и перекрытие нижнее, и лаги верхнее нижнее, и утеплить эти лаги. Потом крышу построить, тоже больше дерева. Потом сделать еще мембрану. Площадь кровли у тебя выше. И в конечном итоге мы математически несколько раз пересчитывали, оказывается, себестоимость одинаковая. Для нас это стало приятной новостью, когда мы это доказали математически для себя, перепроверили с прорабами. Они говорят, ну так и есть. В принципе, пока вы закончите, плюс плоскую кровлю сделать быстрее, и мы получаем плоское современие интереснее, это более классическое, нам не нравится. И мир тоже от них уходит. С плоской кровли нужно убирать снег. Для нас это стало таким моментом. Во всем мире, в принципе, снег это утеплитель. Чем больше у вас снега, тем у вас теплее крыша. Поэтому снег не надо убирать. Здорово, когда у вас есть снег, пусть он будет. Главное, ну это действительно в комментариях нам пишут, ну а что мне делать со снегом? Ничего не делай. Здорово, меньше будешь платить за газ. Одно из самых классных штук, сильный стереотип, это то, что мы не впишемся в соседей. Ну в принципе, это соседи должны после того, как вы построите свой прекрасный дом, ломать свой дом и строить новый. Было бы это шуткой, но у нас так произошло. То есть в городе Измаил под Одессой нам заказали дом, мы спроектировали. После этого сосед зашел на стройку, взял, посмотрел наш проект и реально поломал на стадии строительства свой дом. Он понял, что теперь его дом не впишется. То есть это не ваша проблема, это проблема тех соседей. Вы должны жить классно, современно и радоваться тому, что у вас есть. Также есть еще стереотип, большие окна холодно. Нет, сегодня технологии настолько убежали вперед, что большие окна это скорее про деньги, но точно не про холодно. Это комфорт, который вы принимаете вовнутрь, больше света, больше комфорта. Если эти большие окна стоят в пол, а за ними газон, то у вас остается безбарьерное пространство и ощущение, что вы не находитесь в капсуле, а вы находитесь в комфортной среде и видите газон, природу. Вы практически находитесь на природе. Такая суть больших окон, пустить больше свет. Еще мне очень нравится стереотип в моей работе. Это белые как в больнице. Я всегда задаю вопрос, дайте мне адрес этой больницы. Я хочу туда сходить. Нету больниц белых. Их не существует. Это стереотип. Весь мир любит белое, захохадид проектирует все только белое. Нету. Нашли стереотип, прошли все стадии для себя, отрицания, мучения, гнев, торг. Со мной торгуются. Ну давай не белый, давай бежевый. Ну бежевый, ну он же тоже белый. Окей, но белый. Потом люди говорят, ты прав, белый классно. Есть стереотипы, которые мы победили. Что мне нравится в том, что стереотипы меняются медленно. Почему? Я хочу обратиться к вам, чтобы вы задумывались над тем, почему проектирование домов для меня важно. Мы 10 лет, я занимался больше очень интерьерами, это огромный опыт. Я знаю, как изнутри сделать эту машину для жилья, как говорил Ле Корбюзье, сделать ее комфортно, еще и красивой. И когда ты проектируешь дом, все это 100 лет. 100 лет. Ты потом ничего в нем особенного не поменяешь, поэтому ты должен запроектировать так, чтобы твой образ жизни изменился. Он стал на ступеньку лучше, на 2, на 10, на порядок. Поменять уставы, привычки. Люди не готовы меняться. Одна из важных частей, которую может взять на себя архитектор, если он способен вынести этот груз и перевоспитать заказчиков, это поменять его модели жизни. Немножко, чтобы ему стало комфортнее. Это ответственность. Так вот, кухня-гостиная. Еще 5 лет тому назад это была проблема, чтобы человек... Ну, я рад видеть здесь молодые лица. Для вас точно нет. Но в среднем, поверьте, кухню-гостиную спроектировать, искать, что вы должны с семьей находиться вместе, посередине кухонный остров, вы должны общаться. Это было практически невозможно. Все жарят рыбу, она страшно пахнет. Сегодня этого стереотипа нет. Сегодня, если спроектировать дом или квартиру без кухни-гостиной, все говорят, а как мне в ней жить? Ну уж, как я буду общаться с семьей? И все. Поэтому есть победа на стереотипами. Так вот, один из таких стереотипов, которые нужно преодолевать быстрее, это смотреть свежее на те новые вещи, которые есть вокруг нас. Я слушал предыдущих спикеров. Действительно, в Украине, кто-то говорит, можно идти своим путем и так. Но мне кажется, что в архитектуре не нужно идти своим путем. В архитектуре нужно догонять. Перескочить пласт мы не сможем. Те вещи, которые происходят сегодня в Японии, как передовой архитектуре, они будут настолько чужеродны для нашего, что сознание, что его невозможно будет принять. Есть инженерная стандартная норма. Все проектирование стоит на ключе так. 80% старого понятного и 20% нового. Так вот, для того, чтобы добежать быстрее до этих 20% добрать больше, начинайте свои стереотипы пересмысливать уже сейчас. Есть еще вот, например, из такой стереотипов, как теплый гараж в доме. Стереотип был, поменялось техническое условие. Машину уже можно ставить на улице, никто не боится, что она там стоит на снегу. Уже нету теплого гаража. Сразу косты срезались, сразу дом стал дешевле, потому что не нужно строить целое пространство, искать для него место и греть. Большой подвал. Тоже стереотип. Нельзя в домах проектировать подвалы. Нельзя строить подвалы. Вообще не строите. Если у вас когда-нибудь, у кого-то будет прекрасная мысль себе построить дом, не строите подвал вообще. И он просто не нужен. Это закапывание 30% бюджета в землю. На ровном месте вы просто закапываете свои деньги в землю. Практически прямым смыслом. Никогда не делайте подвал. Сделайте себе небольшой погреб. Это окей. Это не подвал. Это норм. Но когда люди повторяют контур всего дома и лезут в стенку на высоту потолка 2,50, то усиление всех систем, плюс отопить, плюс свет, погреб вообще окей. Это норм. Хорошее белое вино. Все нормально. Вот. То есть как менять свои стереотипы? Надо ездить, обязательно путешествовать. Но это, к сожалению, надо. Я в своей работе, перед тем, как мы перешли серьезнее к архитектуре и набрались смелости предлагать и утверждать, что мы что-то в этом понимаем, несколько лет просто путешествовал по архитектурным студиям, с коллегами-архитекторами, учился у архитекторов, когда они давали мастер-классы. И мне было интересно, как они живут. Поэтому то, что я предлагаю, это скорее больше наблюдения. И да, мы догоняем мир. Квантового скачка в архитектуре мы особенного не сделаем, потому что это очень медленно. От стадии проектирования к реализации это очень медленно. Но мы должны догонять, путешествуйте. Есть простой лайфхак. Путешествовать можно в Гугле. Вы заходите в Гугл, ставите человечка и погнали. Погнали по району, по Амстердаму, погнали по Лондону, и вы просто даже почувствуете, какая атмосфера у людей. Про заборы вокруг домов я даже не говорю. Пусть остаются пока. Мы до них дойдем в следующий раз. Так что путешествуйте. Time to change. Спасибо.